Снайпер Элит Ви 2 Снайпер Элит Ви 2 Снайпер Элит Ви 2 Снайпер Элит Ви 2 И... ну как бы так помягче сказать... В общем к привычному быту воителя с винтовкой с оптическим прицелом он не имеет никакого отношения. А какой блин быт если 99% боев происходит в не слишком просторных помещениях до отказа наполненных зомби самых разных мастей и размеров? Вот помните Луфт Фодет? Сделайте там декорации на порядок мрачнее, оккультнее и темнее, прикрутите вот эту вот фишку с X-Ray, которым прославилась исходная игра и получите некоторое представление о том, чем является наш сегодняшний подопечный. Иначе говоря, сюжета нет. Что в одиночке, что в кооперативе наша цель заключается в том, чтобы проследовать по маршруту из точки А в точку Б, при этом изредка натыкаясь на сейф-румы, где можно перевести дыхание. Все остальное время занимает методичный или истеричный отстрел зомби-фашиков. Зависит от того, сколько их вокруг и насколько они далеко. А, ну и конечно в зависимости от того, кто они. Потому что зомби, как известно, бывают разные. Есть обыкновенные, есть бегуны-камикадзе, есть прыгуны-снайперы, а есть дыровики с пулеметами, лаконично обзываемые элитой. А есть еще скелеты. Но скелеты это плохая разновидность зомби. Они скорее побочный эффект оккультного происхождения первых. Если кто-то сейчас понял, что я сказал, я вами горжусь. И понятное дело, что в кооперативе и в сингле игра дарит разные ощущения. В кооперативе вы толпой носитесь, отстреливаетесь и успеваете еще пообсуждать какие-нибудь отвлеченные темы, хоть врагов вроде как вокруг и пруд-пруди. В одиночке дыхляков изрядно меньше, но при этом атмосфера ощущается намного, намного сильнее. Плюс в сингле нормально работает тот самый X-Ray, за который все любили оригинал. Вообще, что касается саспенсера, остановки света и прочего, то с наци-зомби-армией мало кто может в этом вопросе потягаться. Несмотря на то, что по большому счету практически все карты перекочевали сюда из оригинала, они подверглись жесткому редизайну. В итоге локации узнаваемы, но не более, потому что и идем мы по ним задом наперед, и освещения нормального теперь нифига нету. Вся игра происходит где-то в туманных сумерках. И редкие мощные фары или другие сильные источники света в таком ракурсе дают очень правильный атмосферный эффект. Главным же минусом в итоге становится ее связь с симулятором снайперов, потому что бороться с ордами зомби с помощью снайперской винтовки это дико неудобно. Это как... ну я даже не знаю какую метафору применить. Глупо это и неэффективно получается, потому что хоть игрок и может с собой таскать дополнительный автомат, дробовик и пистолет, но патронов ни к первому, ни ко второму, ни к третьему много не бывает. Правда, есть одно но. С автоматов и дробовиков несколько затруднительно снимать супостатам головы с плеч. А если их не снимать, то эти самые супостаты вполне могут восстать и продемонстрировать свои зубки повторно. И в итоге лучшим другом становится... пистолет. А то и вообще револьвер. Так что же мы имеем в итоге? А черт его знает. Не самый однозначный проект про снайпера или снайперов, воюющих с армией зомби-нацистов. Хотя правильнее сказать убегающих от них. На одной чаше весов неплохой кооператив, пускай и без откровений. Бессюжетный, но атмосферный сингл. На другой отличный дизайн локаций с грамотной игрой света, тени и кромешного мрака. Реиграбельностью Left 4 Dead тут, конечно, и не пахнет. Но для того, чтобы потратить пару вечеров в компании друзей, а то и в одиночку, вполне сгодится. Тем более, что это не полноценная игра, а самостоятельное дополнение, которое стоит намного дешевле и не требует для своей работы оригинала. Так что решать, брать или не брать, исключительно вам. А я вот не без удовольствия и в одиночку поиграл, и в кооперативе. А за сим разрешите акселеративно диссоциировать. Не давайте зомби вас кусать. Не давайте зомби вас кусать. Трактор. Тут на геймпаде сейчас кто-нибудь играет? Нет. Это же не извращенцы. А что, ты на геймпаде? Да. Русские во время Великой Отечественной без геймпадов играли. Ну, там и зомби не было. Кто знает. Где-то знает. Трактор. 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 Продолжение следует...